здравствуйте уважаемые дамы и господа вы на нашем канале равон тв сегодня готовы представить вашему вниманию наш обзор это коммерческое здание можно использовать как гостиницу находится яшнабадский район массив крестик 40 лет победы или тузель 1 отель расположен на участке земли 15 соток периметр общая площадь здания периметр здания получается 800 квадратных метров состоит из четырех уровней это подвал первый этаж второй этаж и мансардный этаж общая жилая площадь 1400 квадратных метров в подвальном помещении у нас находится сауна бассейн спортзал несколько санузлов на первом этаже находится ресторан кухня кабинеты для персонала и руководство на втором этаже находится 6 номеров и у каждого номера есть свой санузел а 3 мансардный самый верхний этаж там находится комнаты для персонала соответственно можете смотреть это здание как вложение для бизнеса давайте сначала осмотрим прилегающую территорию а потом зайдем само здание и осмотрим его изнутри спешим сообщить вам важную новость если вы хотите продать свой дом или любую другую вашу недвижимость снимите его на видео и всего лишь вот за эту сумму мы разместим ваше видео как рекламу в наших пяти youtube каналах с общей аудиторией 230 тысяч подписчиков и не только в узбекистане а также в любой точке мира мы поможем продать вам вашу недвижимость для более подробной информации свяжитесь по этому указанному номеру и мы желаем вам удачные сделки отсюда начнем здесь места для парковки места для парковки будка для охраны то есть вот этот весь периметр вот за елками и весь вот этот периметр и до конца вот этого красного здания это территория подлегающий к этому зданию вот само здание высокие окна обратите внимание как я и говорил вот с этой стороны получается с левой стороны у нас ресторан сейчас зайдем осмотрим а на втором этаже номера для гостей так там и господа отсюда проходим через вход это получается вот эта вся задняя часть это для персонала то есть для персонала можно спокойно здесь готовить вот кухня летняя небольшой дворик также отсюда есть ворота и вот видна проезжая часть улицы соответственно можем по этой дорожке в круговую обойти здание мы сейчас круг сделаем и с главного входа зайдем в само здание вот мы вернулись откуда начали свой обзор это основная входная группа давайте зайдем и осмотрим здание изнутри итак заходим у нас прямо получается коридор справа от нас здесь гардеробная слева большой ресторан и вот справа видите вот двери несколько дверей это помещение кабинеты для персонала и руководства давайте зайдем в ресторан ух большой ресторантовых здание построено двух тысяч на девятом году еще до сих пор не использовалась несмотря на то что уже более десяти лет зданию ремонт как новенький здесь вот сцена кафель диско шар можно проводить здесь мероприятия свадьбы банкеты здесь получается бар у ресторана с этой стороны тоже есть отдельный выход два входа этот ресторан это лестничный пролет основной на 2 и 3 этаж тут получается санузел для гостей все в кафеле на стенах обои он лепнина красиво все красиво тут еще один санузел наверное женский розовый кафель то есть мужской и женский санузел отдельно это получается кабинет руководителя на или менеджера вот тут получается раздаточная то есть вот это раздаточное окно отсюда можно делать готовку и раздавать блюда 6 казанов до 6 казанов я ошибся 6 казанов спокойно готовить так еще одно помещение это вот вход в кухню вот основной вход в кухню здесь можно спокойно готовить вытяжки все установлено казаны установлены покупайте бизнес и развивайте его все готово так как я и говорил вот второй вход в наш ресторан банкетный зал скажем так да мы вон оттуда зашли и вышли отсюда тоже есть отдельный вход так едем дальше вот тут небольшое помещение два помещения для персонала это раздевалка да вот тут два помещения мужская женская раздевалка шкафчики то есть здание все готово это дверь выход на задний двор в начале нашего обзора мы его показывали то есть отсюда можно спокойно для персонала заходить и выходить еще один лестничный пролет на второй этаж так вот дамы и господа поднялись на второй этаж как я и говорил на втором этаже у нас 7 номеров а также лестничный пролет на 3 мансардный этаж для персонала так вот общий коридор несколько видов планировок у нас номеров давайте зайдем вот этот один из больших номеров у него есть прихожая зона в каждом номере кондиционер и свой санузел зона прихожей тут получается зона спальни а вот здесь санузел электричество сейчас не смогли включить на верхнем этаже я думаю видно это номер скажем класса люкс большой а вот попроще тут небольшой такой коридорчик сама зона спальни вот зону номера зеркальные вставки с матовым пескоструем на потолке фигуры из гипсокартона люстра окно все удобства также в зоне прихожей есть дверь для санузла тут я думаю видно душ кабина туалет все удобства давайте посмотрим еще один номер снова это тоже получается вот зона прихожей тут отдельный вход в санузел кормят там вот зона спальни все новенькая свеженькая система кондиционирования это был третий номер осталось у нас еще четыре номера давайте их тоже быстренько посмотрим опять таки вот вход санузел зона спальни тут чуть-чуть другие обои также вот зеркальные вставки красивый узор дамы и господа давайте зайдем еще в один номер пятый номер получается также здесь большая зона входная группа входная часть тут вот санузел джакузи унитаз раковина умывальник и вот сам номер обои такие красивые в восточном стиле круто пойдемте дальше на полах во всех номерах ковролин в коридоре вот кафель предпоследний номер тоже здесь как заходим зона санузла с душ кабины унитаз и вот эта часть получается сам номер высокие окна классно светло высокие окна когда светло так это получается зона ресепшена помещение для персонала также большой кондиционер типа шкафа мидея все удобства кстати выход на балкон давайте выйдем с балкона открывается у нас вид балясины такие красивые мраморные балясины круто вот внизу место где мы начинали собственно наш обзор парковочка въездная часть пойдемте дальше на втором этаже остался последний номер до последний номер 7 также как заходим в прихожую вход в санузел и вот сам номер круто для гостиниц самый раз пойдемте поднимемся наверх на мансардный этаж быстренько его осмотрим а потом спустимся вниз в подвал посмотрим через подвале здесь я думаю будет удобно для проживания персонала то есть чтобы они жили прям здесь работнички ваши здесь получается вот одно помещение второе помещение туда еще третье помещение здесь темновато правда самый нижний самая нижняя часть мансарда спокойно вот металл 60 наверно высота человек спокойно может передвигаться вот мы спустились в подвал в подвальном помещении у нас есть сауна бассейн спортзал раздевалки вот первое помещение я думаю раздевалка на это следующая дверь у нас вход в зону спа скажем так здесь отдыхать проводить переговоры общаться здесь вот раздевалка шкафчики следующее помещение бассейн глубокий бассейн кафель майолика также в этом же самом помещении у нас получается санузел и вот финская сауна света нету сейчас правда здесь не можно включить но здесь вот 1 2 3 3 душ кабины то есть душ сауна парилка бассейн все дела это еще одно помещение можно как для отдыха думаю использовать или бар какой-нибудь потолки высокие вот потолки armstrong стекло дождик дождик дамы и господа и последнее помещение подвала получается спортзал большой спортзал зеркала он бар также отдельный лестничный пролет наверх также к спортзалу прилегается раздевалка вот получается женская справа мужская слева ну или наоборот раздевалочка шкафчики он душ туалет и вот с левой части тоже покажем также раздевалочка тут получается душ и тут санузел туалет общая жилая площадь жилая 1400 квадратов я имею ввиду площадь номеров но так как здание 800 квадратов вот на 4 умножайте 3000 квадратных метров площадь здания так дамы и господа также у нас есть отдельный лестничный пролет входная зона наш спортзал до этого мы спустились с той стороны со стороны заднего двора получается а вот с этого пролета мы сразу выйдем в парадную часть вот отсюда мы и начинали наш обзор для более детальной информации читайте в описании там указаны контакты также привяжем карту локацию чтобы вы если находитесь в другом городе или в другой стране смогли перейти по этой ссылке и увидеть посмотреть локацию если вы хотите обратиться к нам за помощью для рекламы вашего продающего создания обращайтесь вот по этому номеру в этом углу экрана обязательно подписывайтесь на наш канал равон тв ставьте лайки рассылайте своим друзьям пишите комментарии и обязательно покупайте всего вам доброго спасибо Продолжение следует...